Николай Стариков часто выступает на различных конференциях, а также в качестве приглашенного эксперта в телевизионных программах. Также он снимался во многих документальных фильмах. В Ульяновск общественный деятель прибыл впервые, чтобы пообщаться со студентами и преподавателями. Мне кажется, что важность таких мероприятий сейчас очень сложно переоценить. Очень много вопросов, на некоторые из них есть ответы, и своими мыслями и пониманием происходящих событий хочется поделиться. По роду своей деятельности известный публицист постоянно передвигается по России. При этом общается не только со студентами, но и с разными общественными организациями. Вижу вопросы, стараюсь ответить на них. Ну и, собственно говоря, для этого уже пишу книги. Я еще являюсь автором 20 книг. Часть информации, которая мне кажется важна для понимания происходящих событий, она даже есть в книгах. Патриотическое воспитание будущих учителей – системная работа, которую в ВУЗе ведут постоянно. Совсем недавно в Педагогическом университете реализовали проект без срока давности. Студенты и преподаватели выиграли грант, результатом которого стала выставка, посвященная важным историческим событиям страны. Мы стараемся приглашать интересных публицистов, писателей. И сегодняшняя встреча с Николаем Викторовичем Стариком – это уникальная возможность пообщаться с известным человеком, общественным деятелем, писателем, не только преподавателем, но и студентом. На лекцию Николая Старькова прибыли ветераны боевых действий. Марат Юсупов считает своим личным долгом военно-патриотическое воспитание молодежи. Ежедневно он посещает школы, колледжи и вузы, где в доступной форме отвечает на вопросы детей и подростков, о специальной военной операции, частичной мобилизации, о важных событиях в истории России. Мы считаем, что это на данный момент особенно очень важно. Почему? Потому что военно-специальная операция показала, насколько необходимо быть патриотом своей родины, для того, чтобы не было у нас таких представителей нашего общества, которые побежали при объявлении мобилизации на границу с Казахстаном, с Арменией. Поэтому наша задача сегодня – воспитать молодежь, для того, чтобы она по первому зову своей родины пошла защищать ее интересы. Будущий преподаватель истории, первокурсник Никита Медведев с радостью пришел на лекцию. Молодой человек любит свою родину, проявляет активную гражданскую позицию и не пропускает ни одного события патриотической направленности. Сейчас нужно сплотиться всей нашей большой страной в одно единое государство. Мобилизованным хочется пожелать терпения и сил, все будет хорошо. Мы все-таки большой единый народ, который всегда с добротой душевной принимает новых людей. Мы растем, развиваемся. Студенты и преподаватели благодарили Николая Старикова за лекцию. За то, что они лично смогли пообщаться с известным и авторитетным публицистом и задать ему любые вопросы. Валентина Никонова, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ.